Какой самый важный вопрос в вашей жизни? Вопрос, с которым не может сравниться по своей важности ничто другое. Это куда вы попадёте после смерти? Окажетесь ли в раю, окружённые любовью, радостью и умиротворением? Или перейдёте из жизни вместо мучений, сожалений и бесконечной печали? Некоторые говорят, что вы просто перестанете существовать, вернётесь в небытие. Однако новые открытия физики подтверждают, что материя не исчезает, но, изменяя свои свойства, переходит в миры, отличные от нашей Вселенной. Современная научная революция подтверждает существование жизни после смерти и подрывает основы материализма. Отвечая на вопрос, где же я окажусь после смерти, мы прикоснёмся к истории, основанной на реальных событиях. Главные герои продолжают чувствовать, видеть, слышать, говорить, двигаться, несмотря на то, что они давно умерли. Один из них — это безымянный богач. Не секрет, что среди нас нет таких людей, которые были бы слишком большими или богатыми, чтобы умереть. Умирают цари и президенты, гениальные учёные и философы, красивые актрисы и рок-звёзды. Уходят из жизни спортсмены и величайшие лидеры человечества. Исключений нет. А после смерти? Что ждёт нас там? Богач при жизни обладал огромным состоянием. Одевался в самые дорогостоящие одежды. Каждый день предавался безграничным развлечениям и кучежам. У ворот его особняка лежал нищий по имени Лазарь, чьё имя означает «Бог помог». Он уповал на Бога, несмотря на голод, болезни и отсутствие крова. Бедняк хотел напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали его раны. Когда Лазарь умер, ангелы отнесли его душу на Лона Аврамова. Это место успокоения праведников в загробной жизни. Умер и богач, и его, в отличие от бедного Лазаря, роскошно похоронили. Но богач оказался в аду, в муках, в ужасном месте, отвратительной огненной бездне, полной вечного мрака, червей и скрежета зубов, о которой говорится повсюду в Библии. Богач поднимает глаза и видит вдали Авраама и Лазаря, находящихся в месте блаженства и отдыха. Он вопит в агонии. Отец Авраам, умилосердись надо мною. Пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Я сильно мучаюсь в этом пламени. Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. У них есть в Моисеи пророки. Пусть слушают их. Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Миллионы людей по всему миру имели околосмертные переживания. Многие из них прикоснулись к ужасам ада и красоте рая через клиническую смерть. Вернувшись с того света, они пережили глубочайшие изменения системы ценностей и свойств характера. У них появились обостренные осознания смысла жизни, глубокая вера в Бога, большее сострадание к людям, искреннее покаяние и желание посвятить всю оставшуюся жизнь служению Богу. Но многим, как и богачу, не суждено выйти из ада. Осознав безысходность своего мучительного положения, богач поднимает вопрос спасения хотя бы его родственников. Задумайтесь, о чем говорят в аду. Понимая, что адские муки ждут пять его братьев, он умоляет Авраама послать к ним Лазаря, чтобы он проповедовал им, и они не пришли в это место мучения. Так нужны ли на земле проповедники Божьего Слова? Нужна ли церковь, где постоянно читают и изучают Библию? Конечно, да. Ведь Слово Божие имеет власть над адом, смертью, дьяволом и всеми врагами человечества. Авраам напоминает богачу, что у его братьев есть Моисей и пророки. Это доступная всем Библия. Пусть их слушают, но богач кричит, нет, потому что ни он, ни его братья не верят Слову Божьему. У богача свое мнение, что если кто из мертвых воскреснет, его родные покаются. Так нужно ли покаяние? Конечно, да. Это очень понятно человеку, находящемуся сейчас в аду. Он говорит о необходимости покаяния оставшихся в живых родных, чтобы они могли избежать ада. Авраам отвечает ему, что если при жизни люди не верят Слову Божьему, которое им проповедуется, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Так и происходит сегодня. Христос был распят за грехи человечества, умер, спустился в ад и воскрес из мертвых на третий день. И сегодня мы слышим повсюду «Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!» Но мало кто знает, что такое Пасха. Для многих это просто кулич с яйцами. Но Пасха — это переход из смерти в жизнь, из проклятия в благословение, от рабства сатаны под покровительство Божье. Пасха наша, Христос, Он был убит за нас, сошел в ад вместо нас, чтобы мы никогда не попали в эту зловонную канализацию всей Вселенной. Он — дверь в небеса. Он — путь истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Него. И всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит.